В голове у людей полный хаос. Почему? 17-й год, потом 56-й год, потом 91-й год. То есть это ни в одной стороне такого не было, чтобы три раза менялась идеология. Мы не будем оценивать, в какую сторону каждый раз менялась идеология, но просто такого хаоса, как у нас в собственном сознании нет ни в одной стороне. То есть это вот просто полный хаос. Это первое. Второе, есть морг и будто партизм, которые они назвали социализмом и так далее. Вот это в плане того, к чему все ведут, то есть это реформатирование России ВСР 1.0. Ну там назовут его 2.0, значит, будет основа та же самая, мартизская. Здесь что важно понимать? Значит, ну понятно, что мартизм вышел, корень мартизма – это реформатизм. Но на что мы должны упираться? Мы должны упирать на то, что… Ну, вернее, нет. Сначала, что мы должны понять, что социализм – это переворванная на свой манер, в принципе концепция христианства. – К общинникам. Ну, общинник – нет, это в принципе христианство, да, потому что христианство весит там несколько основных социальных понятий. То есть церковь – это и есть общинник, в принципе. Церковь – чинка – это есть община, да, откуда это идёт. Значит, в христианстве обозначено отношение к разнообщничеству, обозначено отношение к богатству, да, то есть скорее богатый пройдёт, скорее верблюд попадёт в чём-то. – Пройдёт. – Ну, не знаю, бывает. – Попадёт совсем другие вещи. – Ну, хорошо, потом надо, чтобы всех рассказать, сколько нам будет. – Здесь вопрос, значит, в следующем. Все эти понятия, в принципе, мы должны использовать для чего? Стремление к справедливости – это одно из основополагающих стремлений русских людей. Здесь вопрос в следующем. Если мы сможем перетянуть на себя вот это понятие, то, что мы стремимся к справедливости, если мы будем декларировать его, ну уж, извините за эти слова, социальная справедливость, как основополагающая стержень русского марша, мы во многом можем привлечь как и сторонников, и это может стать и основой победы. Это и станет основой побед нашей. – Вот, потому что то, что сейчас идёт с СССР, значит, вот это снова выпустили, значит, Кургиняна на все каналы, Кургиняна, там… – И Ширина. – Масадовский ставлен, да, там, в общем, им Маркс снова сейчас вытаскивают. – С этим надо бороться идеологически. И поэтому, конечно же, нам нужно выпускать, сейчас выпустить верное количество статей касательно того, что, ну, объяснение про правильные позиции руссконациональной идеи, то есть это вот не просто подняли хорокфи и пошли, многие не понимают, для чего идут, то есть вот нужно чётко обозначить и вообще основополагающие идеи этого русского марша и последующих, я думаю, конечно же, это всё-таки социальная справедливость. Значит, как мы говорили, взять у большевиков, значит, те лозунги, которые они взяли у крестьянства и отмутив, значит, их использовать, значит, и на этом можно очень сильно, как бы, выжимать, потому что ведь они же неслучайно пользуются различными штампами, они сделали несколько штампов, да, значит, вот социализм – это хорошо, фашизм – это плохо, значит, национализм – это всё равно, что фашизм. И вот так дальше, они эти штампы у них есть несколько, вот эти штампы, они вот так, и ставят, и все так, хо-хо-хо, там, националисты, это же националисты, это же фашисты, значит, и вот они нас такими штампами и… – Прикважно. – Да. – Со штампами бороться сложно, но, если мы всё-таки, не буду повторяться, да, про социальную идею, значит, и справедливость и так далее, мы это можем всё поднять на хоробию как раз, и это и есть на хоробию, и правильно объяснив, мы… – И самое последнее, наверное, это прошло очень дороже. – Не надо вот сразу мазать чёрным, значит, вот этих людей, которые… – Это не чёрные из коммунистов, что они сделали выше, да, потому что с ними надо работать очень мягко, потому что, ну, люди всё-таки живут в своих определённых штампах, сломать их сразу достаточно сложно. То есть, с ними надо работать как с повреждёнными людьми, с повреждённым сознанием и так далее. Ну, там, например, можно вспомнить о том, что всё-таки были кооперативные, значит, вот это движение, ну, было, кстати, при Сталине и, ну, вот эти известные всякие парды, о том, что во время войны они чуть ли там не 30% больше… ВПК допускали, значит, потом были реквидированы Хрущёвы, вот. И, в принципе, если мы сместим, в общем, на тот акцент, что люди расставили в правильный акцент на то, что люди пытались всё-таки, значит, вот использовать херстианские понятия, да, то есть вот это кооперативного движения, да, общинного движения, и, значит, вот его-то транскизм, ну, не знаю, какого там, его-то бывшевизм, вот, то можно как-то вытащить их из этого? В прошлые русские марши у нас вот такой явно идеологически-анархической основы особо-то и не было. Как бы что-то было, но больше всё это как хитикарство уходило, а сейчас у нас действительно прям взрывает, выбрызгивает именно позитивные идеи. Да, 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 это очень неотрадно взрывается, да. И что мы его действительно, у нас есть такой огромный опыт, огромный потенциал у монархистов, православных людей, просто у русских людей, что, в принципе, одно и то же, чем там. Ну, во-первых, конечно, очень важно отметить, действительно, внешний фактор, потому что 22 ноября будет введена в действие вторая волна санкций, а самое главное ядро в этой второй волне – это запрет инвестиций в государственный блок России. Всё. Это фактически означает остановку всех предприятий России и революция рубля до 120, там, где муры, и до 200. Вот, поэтому это тоже надо учитывать. Внешний фактор сегодня – определяющий предъявление. Потом, вот этот момент насчёт социальной справедливости. Конечно, тактически мы можем говорить о том, что справедливость, как говорят левые, это распределение материального продукта. Ну, то есть бесплатная колбаса. В 61-м году они на съезде это объявили, да, что задача Коммунистической партии является удовлетворение растущих материальных потребностей населения. Да, мы этот тезис можем поддержать социально справедливости. Но это только тактически можно. Если мы дальше будем с этим заигрывать, это будет просто Бог. Нет, у нас как раз геополитика, она уравновешивается. Да, да. У нас есть представление, как должно быть устроено. Поэтому я хочу сказать, что нам надо всё-таки стоять на другом понятии справедливости. Не на материалистической концепции, а на справедливости… Справедливость как наличие смысла. А смысл как победа на таксорном объявлении. То есть это посвящение себя неведомому Богу. Вот это будет вообще как бы водораздел между коммунистами и правой леди. И последнее, что хочу сказать, я вчера вот вечером прочитал, статью интересную. И я вот её зачитаю, это будет вопросом для обсуждения, может быть. Значит, статья называется «Русский марш» – это «Красный город». Оргкомитет «Русского марша», только один, значит, в него входит независимая организация, я так понимаю, это «Русский марш», который будет влюблен. Значит, в этот Оргкомитет вошли «Правый блок», «Русская правозащитная рига», «Чёрная фаланга», «Оно на страже Руси», «Русское сопротивление», «Институт национальной политики», «Проект Волна», «Представители Нереестрового казачества», «Общества памяти», «Русская республика». Финансирует этот, значит, «Русский марш» Оргкомитет, в который входит Роман Ковалев, майор МВД, активный член партии «Народ против коррупции», которая финансируется золотом непосредственно того самого главы Росгвардии, который вызвал Андрея Навального и так далее. Так вот, здесь упоминается несколько раз фамилия Ковалева, который курирует, значит, и Поткина Владимира Басмана, я не знаю, что это кто-то, и так далее. И выходцы в этом движении, которое курирует Ковалев, являются многие представители НВП Лимонова и Левого фронта Удальцова. Вот я, честно говоря, не понимаю, вот почему несколько русских марш, но нам надо все-таки заявить оппозиции, что мы как-то себя, значит, отстраняем от этого альтернативного русского марш и ничего общего. Сейчас мы еще включим. Я не знаю, на самом деле, которое я вижу по действующей власти, это отвал членения России. Это вот, это четко уже разреживается, четко видно, и вот НВП мы уже выполнили так, что мы не вытянем это состояние непопущения и развала страны. И, в принципе, вот я вижу, что вот эта цель, да, непопущение, она может хватить очень многие организации, какие-то там, какие-то там, коммунистические, вот. И важен момент вот именно оплачения. Пусть у нас разные идеи, пусть у нас разные представления каких-то о будущем, но цель не допущение развала страны и то, что вот по поводу социальной правительственности все разумевают на самом деле не то, что там правительство, да, а то, что все природные богатства страны, то, что взбирают от природных ресурсов, а то, что зарабатывает государство, оно должно все-таки распределяться среди граждан, справедливо распределяться среди граждан. Вот, как это происходит там, в странах, в целом, стараются. То есть граждане, да, то есть закрытый институт гражданства, нас никого не принимаем, вот, только все вот среди граждан. Вот это вот как по понятиям института не справедливость. Ну, это как раз и относится и к грозному маршу, и к социальным идеям, и к геополитическим идеям, которые вот мы на митинг... Они не знают, куда приблигаются. Вот они вот видят, кто отводит людей, вот они просто с ними. И мы там уже, уже продвигаем свои идеи, уже свои мысли, есть информационная платформа, да, то есть есть ресурс, можно сделать сайты. То есть там вот у нас BS-сайты, BS-движения сайты, там славные будут. Можно сделать на одной единой вот этой базе платформы тоже вот этот сайт. Все можно сделать. Там и видео можно размещать, и блоги вести. То есть это тоже вот так... Не нужно упускать вот именно продвижение информации, средства масс-информации. Я считаю, самая наша большая вот... Для многих пришедших еще раз скажу, что мы сейчас обсудили тематику Роского марша, который предстоит у нас с 4 ноября, как всегда. Вот, участие монархистов и вот тех организаций, которые здесь представлены, всегда было. И сейчас мы просто определили круг вопросов, которые будут подняты вот с нашей точки зрения. Идеи социальной справедливости с точки зрения правых консерваторов, монархистов. И мы определили, что среди нас есть люди, которые обладают соответствующими способностями, и не могут выступить именно с этой точки зрения. Примерно мы определили. Второе, мы определили, что эта опасность расчления страны, внешнего давления, санкций и так далее, приводит к тому, что мы можем и должны высказать свою точку зрения на внешнюю политику, на устройство государства. И приурочить это все мы можем к дате расчленения СССР. И тоже свою точку зрения высказать, что мы, естественно, не за расчленение единой державы, но никакого сочувствия прежним режимам КПСС и классификации народовластия у нас нет. То есть мы, с свою точку зрения, тоже можем высказать. И по этому поводу мы намерены провести свой митинг именно монархический, именно аптечный. Чтобы тоже это выносилось на улицу. Естественно, мы там делаем весь информационный продукт, который только возможно и накануне этого мероприятия, и после этого записываем. Все делаем то, что мы обычно на русском марше делаем. То есть вот у нас два организационных мероприятия, которые ближайшие, или 4 ноября, русский марш, и где-то в начале декабря, мы посмотрим, но не обязательно точно угадим, где-то, видимо, во вторые выходные декабря. Посмотрим там, хорошо. А третий момент — это информационная работа. Мы договорились о том, что мы делаем монархический видеоканал, в YouTube. Вот туда загружаем и материалы, которые будут с этих мероприятий, те, которые у нас есть сейчас, может быть какие-то просветительские материалы. Это сделать несложно, но главное вот такую свою площадку. Семинары, которые РИК проводит, тоже мы туда пропагандируем через этот ресурс, тоже будем привлекать людей. И вот информационный ресурс, который в МТСР есть, он может также все это дело превратиться в общую информационную площадку. Да, Кирилл Евгеньевич? Да. То есть мы можем туда же вставлять те же самые видео, печатные материалы, которые у нас появятся, фото материалы. Сколько вы говорите сегодня? Ну, во-первых, вводы на предприятии можно начать прямо с сегодняшнего дня. Сегодня же день убийства русского пользователя, в конце компонентра Игоря Таркута. Да. Это залет, да? Ну, еще что здесь можно сказать? Ну, во-первых, в этом году будет стоять по поводу правоприемственности. Мы же ничего не смотрим, но только в декабре это довольно долго. А тут 18 ноября – это столетие восприятия адмирала Павчагума, графонного правителя. А по поводу правоприемственности – это очень важно. Вот можно устроить дебатт. Нет, надо устроить что-то правоприем. То есть надо приучать, что… Может, в общем, точек линия Роженкова. Наши, да. Тем более, что именно он был инициатором приучения всего дела расследования от Соколова, сейчас, как бы… От седьмого, не от инвалидов, а от инвалидов, а от инвалидов, а от инвалидов, а от инвалидов. Уже, как и от инвалидов. Соколова была аденограмма, что он везде должен быть пропускан. Павел Павел Валентинович, давайте мы как раз будем готовить следующее наше совещание. И вот это просто надо будет оформить когда, где. Еще у нас один организационный момент, который надо было бы решить. Здесь у нас должен быть в нашем собрании ответственный секретарь, который собирает информацию. Пришли люди, чтобы там записать… Сейчас, секунду. Хорошо. Да, сейчас, секунду. Вот нам… У нас, я думал, что, может быть, Сергей Калиниченко будет ответственным секретарем, но вот он, к сожалению, в область сейчас уехал. Нет, он сейчас вернулся. А что? А, вот Сергей вернулся, да? Да, сильно вернулся. Ну, вот как вы… Ну, мы его знаем хорошо и ценим, но как своего соратника. Вы можете согласиться с этим, чтобы вот он был ответственным секретарем нашего собрания, чтобы он… Ну, он, собственно, уже выполнил по этому параду нынешнему дню. Но из-за того, что отсутствует, поэтому не все смог сделать. Как вы считаете, может он быть? Нет, с теми нет. Ну, там ответственность и скикать, ну, а то, что движение России, да? Да. Это нормально, да? Да. Мы многие его знают хорошо, вот, как человека ответственного и достойного. Все договорились, да? Не будем голосовать, заниматься досмысленно. Все договорились, да? Власть. Вот мы сейчас идем на поводу, что говорим, что нынешняя власть. Ведь, мягко говоря, не подпадая ни под какую ответственность уголовную, им говорим, что в соответствии со Священным Писанием власть только та, которая от Бога. Как бы они ее не обращали, эту формулировку. То есть, у них не власть, а правление. И нам надо тоже это учитывать и мягко их ставить на место. Но их правление, оно временное. Временное правительство. Ну, кто посмелее, там, временный облахационный режим. Ну, чтобы не обострять, временное правление, временное правительство. Тоже вот на это надо обращать внимание. Далее, алкогольная схема, она тоже существенна. И в процессе вот семинаров, которые вот объясняли Алексей Евгений Павел Владимирович, это очень емкая тема. Ее тоже надо постоянно до молодежи доводить. Вот люди подготовили обращение к молодежи, что мы старые уже ушли, простите нас, ничего не смогли сделать, вот остается вам недоделанное. Оно человечное, сердечное обращение, конечно. Но и нам свои обращения тоже надо иметь в виду, показывать, что мы живем не как огрыжки, эти животные, а все-таки по высокой цели созданы. И вот это обращение надо и к студентам, и к тем же народам планеты Земля, и к тем же временщикам. То есть по мере сил и возможностей. У нас два проекта заявления, один как раз по русскому маршу. Монархическое движение России призывает граждан России, ну МДР призывает граждан России, всех наших единомышленников к тому, чтобы не оставлять усилий по самоорганизации русского движения, которые трудным путем выходят из состояния подконтрольности враждения русскому народу сил и обращаются к ценностям, которые всегда составляли основу русского мировоззрения и были опорой русской государственности. Русский марш изначально формировался именно как смотр сил организаций, которые являются русскими не по названию, а по своей сути. Первое такое шествие состояло в 2005 году, но в последующие годы внедренные провокаторы все больше превращали русский марш в праздник непослушания, который сопровождался хулиганскими выходками, а также в информационной среде оскорблениями русских традиций. Провокаторы и авантюристы завели одну из колонн русского марша, в основном состоящую из молодежи, в болото русофобии. От имени русских они провозгласили поддержку Бандеровщины на Украине, вступили в союз с врагами России и русских, либералами из Координационного совета оппозиции, из партии Парнас, обманули доверчивых и недальновидных людей назначением даты революции. Спасти русское движение от позора удалось только другой колонии русского марша, в основном православной монархической и национально-патриотической, который на сегодня остался единственным местом в консолидации русских людей на традиционном 6 и 4 ноября. МДР заявляет о поддержке русского марша к ежегодному мероприятию, демонстрирующему русское единство, приверженность ценностям русской цивилизации. Это шествие русских националистов, понимающих, что только национальный суверитет может обеспечить русским достойным. В то же время русский национализм ни в коей мере не может сопровождаться антигосударственной призывной поддержкой разделения русского народа государственными границами, клеветой на русскую историю. Все подобные проявления анархизма и этносепаратизма нанесли русским огромный ущерб и не позволили им сплотиться в деле освобождения от чужеродной олигархии. Призываем монартистов принять активное участие в подготовке к проведению русского марша, наполнить монартические колонны личным присутствием и истинно русским содержанием. Есть какие-то мысли? Пару помощных моментов таких, которые... Подредактировать можно. Меня вот в двух режет. Вот Координационный совет оппозиции, вы причислили к врагам, но в нем, например, Кирилл Барабаш... Либералов из... Нет, написано, либералов из Координационного совета оппозиции. Можно дополнить, пожалуйста, по поводу украинских бандеровцев в свете предоставления Томаса? Я бы исключил. Команду надо на консолидацию работать, а здесь идет на разобщение с украинцами. Как раз здесь мы должны отрезать этот момент, что мы бандеровщики никакого отношения не имеем. Андрей, я не могу низко, потому что он для... Ну по поводу вынаставления из мавзолея. Ну вот что же мы все в одно будем валить? Мы русский марш. Мы вряд ли этого вынесем. А мы у нас никак не касаемся коммунистов. Мы не пересекаемся с ними здесь никак. Это вообще русский марш. А то, что мы поддерживаем. Что это такое русский марш? Что нам? Коммунисты это вообще не значит. Здесь даже про евреи. Да, про евреи можно. Ну так удивительно. Ух ты, как было даже. Да, мы здесь и о престол наследие тоже, например, ничего не говорим. То есть мы просто говорим о том, что вот русский марш был, он действительно опирался на правые силы. Национально-патриотические, арктические. В 2005 году каких-то организаций не было. Но именно с этого фланга сейчас значительнейших стали. Единственное дополнение, извиняюсь, в виде дебатов. Если уж иудаизм призван государственной религией, иудаизм. Представляете, что это такое? Но почему русский марш национализм не может являться официальным движением? Да, пусть ты иудаизм призван. Если нет возражений, тогда какие-то редакционные, пожалуйста, их можно в любой момент внести. Будем считать, что приняли, да? Значит, о пенсионной реформе и социальной справедливости. По вопросу отношений к пенсионной реформе российские анархисты считают необходимо заявить следующее. Первое. Увеличение возраста, выхода на заслуженный отдых, по сути, является преступлением действующего в Российской Федерации политического режима и прямым выростом средств, заработанных народным трудом. Второе. Крайне низкая эффективность митингов против повышения пенсионного возраста, организованных коммунистами и левыми силами. Провал протестных мероприятий в стране старались следствием выполнения руководством КПРС, согласованной с правящей группировкой, задачи отвлечения внимания граждан от фактов фальсификации выборов и нелегитимности власти. То есть мы связываем ее одно с другим. Почему так происходит? И хотят закрыть этой темой все предшествия. Третье. Выборная кампания 2018 года и пенсионная реформа выявили равнодушие и недоверие граждан к разрешению проблем политического и социального характера под коммунистическими лозунгами и красными флагами. То есть мы здесь как раз и говорим о коммунистах. Как раз уместно. Четвертое. Требования обмены пенсионной реформы, выдавленные левыми в качестве справедливых, имеют большевую природу, искажая укорененное в русской истории религиозное представление о высшей правде. Пятое. Используемые республиканским режимом политические технологии ведут к обману граждан иллюзиями социальной справедливости и электоральной демократии. Ну то есть иллюзия по поводу того, что можно выбрать для справедливых правителей. Гарантированное поражение граждан в борьбе за свои права является условием существования КПРФ и других левых организаций, включая либеральные, в олигархической системе. Шестое. В скорбные дни 25-летия октябрьского расстрела нашего народа группировкой русофобских сил следует помнить о том, что КПРФ является наследницей богоборческих и человеконенавистнических традиций большевизма, сторонники которого привели Россию к несчастливым жертвам, а также преемницей КПСС, которая в 1991 году соучаствовала в расчлении исторической территории России и образовании антирусских и этнократических государств. Учитывая вышеизложенное МДР, он считает возможным участие в инсценировании сверху в борьбе за социальную справедливость, полагая, что таковая может быть достигнута только путем масштабного изменения всей системы государственной власти и всего порядка экономической жизни страны. Ради будущего России необходимо остановить ее разграбление чуждыми силами и предотвратить приближающийся политический и хозяйственный коллапс. Будущее нашего Отечества и всего народа в наших руках. Полагаем, что республиканские методы управления полностью проявили свою непригодность и нежную способность, а авторитарное управление в ручном режиме выгодно только захватившей власть группировки, присвоившей себе российские богатства и контролирующей страну через систему государственного насилия в интересах, образованной в 90-е годы прошлого века олигархии. Ради защиты национальных интересов и законных народных требований призываем граждан РФ отбросить надежды на коммунистическую реставрацию или либеральный реванш. Победа Родины над внутренними и внешними врагами может быть основана только на опыте государственного строительства и их хозяйственного управления, проверенной многовековой историей государства российского, Российской империи, за веру царя и отечества. И только на основе отказа от социологической машины. Это же от существующей. Это основная отказа от существующей. Ну, нет. Вопрос от фальсификации. От фальсификации. От фальсификации. Чего? Строим. Ну, это самое. Фальсификация на физических и социологических данных. Социологические данные. Ну, и данные сомнение. А проще, да. Строим. Да. Ладно, я подумал. Отвернула процесс. Ваши фальсификации политической системы. Отсоветенную систему. Не, проходитесь. Работает система. Да. Конкретно. От конкретно отказа. От конкретно. От конкретно. От конкретно. Я понимаю, что немножко длинновато получилось. Но сказано, по-моему, самое основное. То есть мы отстраиваемся от явно ведущих в тупик всю систему протестов, которые, ну, как бы, оставляют всю ситуацию той, какая она есть. То есть они проваливаются. Они не добиваются своего. Какие-то там мелкие смягчения. И все. То есть никаких требований там убираться вообще вон этой власти. Там нельзя как-нибудь обозначить. Сейчас сейчас давайте получим формальность Государственной Думы. Формальность ее присутствия. Потому что власть состоится в руках одного человека, который уже в первую власть. Здесь понятно. Тем поставленной. А для чего вся эта комическая промиссия, которая не решает ни одного вопроса? Ни один министр ни за что не отвечает. Назначенные губернаторы, они все послужники. Они все вертуха и охранники. И они будут без инициативы абсолютно в этих регионах, куда их там посадил. Они все конкурсчики лишних, выжившие молодые. Ну что, они будут просто откладывать людей на этих оброках. То есть несоответствие государственной должным делам. Вы выборы. Вы выборы. Вы выборы. Надо акцентировать, что Дума, она ряжет. Правительство ряжет. Почему они на таких веках сидят? Вы не представляете. Я понимаю, что он самозванец. Но хотя бы указать, что вот он один здесь. Он, это страна, тот человек. К чему этот маскарад за такие деньги? Нет, мы все-таки акцентируемся не на политической системе, а на понимании социальной справедливости и отношения к пенсионной реформе. Все вбить в одно заявление не возможно. Вы правы совершенно, но это все-таки... Жиревол, приглашает Бутин, обещает. Давайте мы сделаем... По реальной администрации что вы хотите? По реальной администрации что вы хотите? Давайте... Я хочу съедить. Покезисно, чтобы люди услышали. Все это не может сказать. Давайте мы в следующий раз сделаем специальное заявление об этом. О фальсификации политической системы. Можете на вас что-то сделать? Да. Ну, на мой взгляд, слишком много внимания мы уделяем левым коммунистам. То есть вместо... Много чего. Вместо борьбы с путинским режимом, вот человек, который сторонним тут прочтет, он решает, что мы просто отвлекаем на ложную цель, переводим на пугало. То есть ТПРФ все мертвое, пугало. Мы на него переводим, но нам нужно много внимания. То, что у них много и не получается, то, что действительно этот протест практически вышел с листов, ну, извините, он всех так вышел. У них там что-то лучше. Ну, то есть оно у них все как-то еще не дают. Нет, ТПРФ, да, не перерывай. Вот, поэтому я бы на самом деле не стал бы много уделять внимания, то есть надо о режиме говорить, не о конкурирующих идеологиях, тем более у них ничего нет, у нас ничего нет, ТПРФ понятно. Кто это такие, а другие левые, но они в такой же ситуации, в такой же плохой ситуации, как и мы находимся. Сейчас вот смотрите, у нас ТПРФ посвящены 3 пункта из 6, но один из них связан с октябрьским расстрелом. Ну, расстрел, это инстинкционная реформа, как говоришь? Да, это не имеет. Я предлагаю тогда вот этот пункт перевести в будущее заявление, а два остальных постараться либо один сохранить, либо, да, просто слишком, я согласен, слишком много про КПРФ. Получается реклама КПРФ? Да, 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 я согласен. Как будто мы с ними боремся, если бежим вообще. Да, мы с ним боремся, если бежим вообще. Ну, во-первых, я не считаю, что это перевод именно коммунистов, и мы же понимаем, что зловая государства Эргенса, откуда он вышел из той же мукулотуры, поэтому, наоборот, указать его первый источник, это очень важно, потому что иначе люди же думают как раз наоборот, что он давно уже не коммунист, якобы антикоммунист, а вот как раз указание не то, что человечек-то вышел, откуда, и к чему он наследует, что он такая приземленность. Это сейчас какой-то имя? 500-й рекорд. Нет, 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 дело в том, что... Слава Викторович, давайте мы эту тему все-таки поставим, вот вопрос, да, о политической системе. Попка, которая на все время... Это все правильно, осветить в следующем заявлении, по причинам священия. Попка, зачем освящен? Нет, надо указать на то, что... Ну, сказать, свое мнение... ...заставная часть... Как раз произошла конвергенция коммунизма и либерализма. Таким образом, постсоветский режим стал коммунно-либеральным. Мы действительно обращаем внимание иногда на то, что обращают внимание другие, но этот взгляд пытаемся перевести из вот этого, скажем, негодного объекта на какой-то другой. Поэтому мы используем повод. Не для того, чтобы нам упереться в КПРФ, а мы все-таки посмотрели сюда, а теперь посмотрите сюда. То есть мы используем, не акцентируем внимание вынужденно, потому что, да, что ЛДПР не является центром внимания, это очень не является. Поэтому если мы сможем использовать концентрацию внимания, скажем, на Жириновском, и перевести этот взгляд на более важные проблемы, ну, сделаем, в данном случае этого нет. Надо будет для наших целей, сделаем. Вот. Я предлагаю... Значит, помню. Да, грамотные поправки внесены. Выражение, уточнение, оно очень важное, да, я хочу, чтобы вы поняли то, о чем сейчас я скажу. Позавчера Сенат США принял резолюцию о признании Кавадамура геноцидом украинского народа. Я вас уверяю, что в ближайшие несколько месяцев будет второй шаг, это, значит, инициирование со стороны Украины репарации России, значит, Украине. То есть Россия может платить репарации за счет этого решения, потому что за этим решением последует решение других стран Европейского Союза. Это второе. К чему это приведет? Это приведет стратегически к тому, что будет инициирован процесс исключения России без ООН. Сегодня Россия является правоприемницей Советского Союза. В уставе ООН написано, что Россия, то есть членом Сорбеза является до сих пор Советский Союз. Россия правоприемница. Вот эту они связку ломают. И они эту связку сломают. Поэтому вот в резолюции вот это все, что связано с Украиной, это если попадет в информационное поле, это будет воспринято многими, не всеми. Но многими будет воспринято вот как бы неоднозначно. Поэтому подумайте, господа, стоит ли нам в резолюцию включать вообще все внешнеполитические вопросы, особенно связанные с Украиной. Многие это интерпретируют как поддержка, посвенная поддержка этого режима путинского. Это я здесь ставлю многоточие, здесь решение за вами, но я свою позицию выставлю. Ну а нам свою позицию... Почему-то... Исключи вообще вопросы с Украиной. Если надо ждать полгода. Получается, что вы замалчиваете... Исключи в коем случае не должны. Вот. И мы должны всегда... Исключи в глаза. Именно так здесь и сказано. Почему не Богом правде? Вот ты и в эти же правды что-то. А это можно... Нет, в данном случае здесь... Еще раз, мы перешли сейчас к предыдущему заявлению, с которым согласились. Вот. То есть, с этим, давайте, вот, который по пенсионной реформе, в связи с тем, что сказано было, отредактируем. Ну, как доверите мне, как изначально текст писал, потом вот Ольга его поправила очень хорошо. По тому, что здесь обсудили, подредактируем. Я снова в рассылке его положу. Если не будет возражений, мы его опубликуем. А по украинскому вопросу, во-первых, не надо переоценивать себя и считать, что мы на геополитику там что-то выскажемся и уже... Если бы мы были реальными действующими политиками, которые вели бы там диалог с европейскими государствами или с правящими партиями, другое дело. Сейчас мы находимся, так сказать, на обочине. И мы с этой обочиной, чем жестче мы высказываемся, тем у нас больше шансов быть услышанными. Павел Владимирович, да. Ну, на это можно ответить, вот, на то, что я сейчас... Просто хотелось, что... Насчет украшеведения не исторических государств Украины пытается переложить ответственность за уничтожение малороссов и великороссов с русского народа. Бернер, с коммунистической номенклатуры на русский. Тоже предмет заявления, которое надо сделать во время следующего собрания моноптического. Можно я зачитываю? О чем... Насчет украшения номенклатуры. Алексей, смотри, читай. Как раз... Начало, когда промокартеры, ямутеристы, земли и одну из кармонов русского марша, в основном состоящую из молодежи, болото русофобии, двоеточие. От имени русских они прогласили поддержку пандоревшими на Украине, выступили в союз с врагами России либералами этого Татаря, все за позиции испарки Банрас, обманули доветчивых и недалейных людей, назначенные назначением даты революции. Это про Мальцева. Я все-таки считаю, что убирать нельзя Алексею. Ну а здесь... Потому что нас слушают, но только в России. Ну а ты сказал это правильно. Украинцы слушают. Здесь украинцы... Они должны понимать нас. Андрад, давайте мы в следующий раз вы будете готовить, давайте мы сделаем специальное заявление по этому поводу.